Временем жители Каира выходят на улицы, на самой главной протестной площади. Начинается миллионная акция «Спасем Отечество». И мы сейчас видим кадры, которые можем получать в прямом эфире. Это площадь Тахрир. И, как мы видим, там действительно много людей собралось. Сегодня уже были столкновения. В общей сложности с субботы погибло около 30 человек. Егор Низамов расскажет, чем же в этот раз недовольны египтяне? Добрый вечер, коллеги. Дежавю этими двумя словами можно описать происходящее сейчас в Каире, Александрии, Суэце и других городах Египта. Десятки тысяч людей выступают против властей, требуют отставки лидера страны и демократических реформ. Их разгоняют резиновыми пулями, слезоточивым газом, мелкой дровью, а иногда, по словам очевидцев, и огнем на поражение. Демонстранты вооружаются камнями, зажигательными смесями и планируют даже оккупировать здание Министерства внутренних дел. Они считают, что нынешнее правительство абсолютно бесполезно, и вся власть на самом деле принадлежит военным во главе с фельдмаршалом Хусейном Тантауэ. Поэтому, когда в воскресенье весь кабинет нынешнего премьер-министра Эсама Шарафа попросил свои отставки, каирские демонстранты на это почти не отреагировали. Они добиваются куда большего, чтобы из власти ушел господин Тантауэ. И некоторые революционеры говорят, что готовы ради этого пожертвовать своей жизнью. В ближайшее время Хусейн Тантауэ намерен выступить с обращением к стране. Он идет на такие шаги крайне редко, только когда счет погибших в беспорядках превышает какой-то одному ему известный барьер. Сейчас он вынужден пойти на это, потому что на стороне египтян, которые хотят скорейшего ухода военных из власти, стоят почти все политические партии, правозащитные организации. И глава Лиги Арабских государств сегодня заявил, что военному правительству Египта пора поторопиться с демократизацией. По слухам, военные в Египте еще вчера предложили сформировать новое переходное правительство во главе с Мохаммедом Бородеей. Он один из претендентов на кресло президента и один из самых ярых критиков военного совета. Вчера он, например, сказал, что генералы устроили бойню на площади Тахрир, а неделю назад признался, что Египет приближается ко второй революции. Если генералы действительно намерены сделать его новым премьером, значит они всерьез воспринимают его как своего противника. Ведь должность главы правительства в Египте сейчас, по крайней мере, это настоящая политическая ссылка. Эсама Шарафа сначала тоже воспринимали как героя революции, но после его пребывания в власти, когда он так и ничего и не смог предпринять без согласия военных, о его заслугах забыли. То же самое может случиться и с господином Бородеем. Ему и другим оппозиционерам пока удалось добиться от генералов только одного обещания – передать полномочия гражданским сразу после выборов президента, которые, кстати, еще неизвестно, когда пройдут. Но вот заставить военных отказаться от всей власти пока кажется миссией невыполнимой. Спасибо, Егор и Егор Низамов о том, чего же хотят египтяне.